всем привет всем доброго дня у нас пол третьего дня то есть обеденное время но я сапа опаздываю с приготовлением обеда поскольку мне сегодня была грандиозная стирка солнышко у нас нету сушилки поэтому я как и дома запускаю просто повторную сушку белья центрифугу и вывешиваю на обычных веревках бельевых белье вот сегодня я покажу обычный обед из русской кухни что я сегодня буду готовить процесс приготовления этих блюд знает каждая хорошая хозяйка потому что тут все несложно так во первых я начистила картошку будет у меня картошка пюре картошку пюре я буду доваривать ну чтобы картошка уже конечно очень мягкая была поскольку я буду ее даже взбивать как крем я это делаю но не миксером просто вилкой или ложкой очень сильными тщательными движениями так сливочное масло и молоко и буду жарить также рыбку которую я уже показывала своем одном видео вот эту рыбку тут филе филипп латтеса так буду использовать муку перец черный это прям вот сюда в муку сюда еще я добавлю соль и буду обжаривать на подсолнечном масле вот по-итальянски джиро соли подсолнух нарисован вот так вот в общем процесс я уже весь сниму немножко позже платеса кон пелле в общем платеса в переводе с итальянского на русский это камбала но пелле это кожа скорее всего там она снизу есть я ее чистить не буду скорее всего буду жарить в таком виде в котором мы ее купили вот главное что она без костей продолжаю снимать видео как я сегодня готовлю обед сегодня у нас просто картошка пюре и жареная рыбка ну возможно там какой-то салатик будет огурчик помидорчик или капустка моя которую я квасила некоторое время назад вот я ее порезала кусочками вот такого размера потому что чтобы было удобнее ее разложить на сковородке иначе а то мне в два в три захода это все делать там если большими филе положить на эту сковородку то она и место займет поэтому все это уплотнить и все пожарите наверное в два захода достаточно здесь у меня посолена рыбка я пока будет вариться картошка рыбка будет лежать соли здесь также соль мука перец молотый черный вы можете добавить паприку и красный перец что хотите но просто я люблю больше черный перец молотый ну все на следующий сюжет и друзья ну что друзья мои так картошку мне там уже практически сварилась в общем жарю рыбку масло налила не жалеючи поскольку камбала она не такая жирная рыба и как бы масло не помешает я думаю что хорошо чтобы она там даже утонула ну вот вот так вот я ее обваливаю и прям на сковородочку вот видели но отключаюсь а то мне тут не очень удобно вот так вот и поехали дальше так рыбку я перевернула и накрыла крышкой картошка у меня еще там варится ну а пока я подготавливаю молоко с маслом вот так вот я растапливаю примерно сколько тут может 50 грамм может чуть больше налью сюда молочка потом я обычно толкушкой вот такой ну картошку и заливаю и начинаю взбивать заливаю вот молоко с маслом так отключаюсь неудобно так вот я картошку подготовила и вливаю туда половину пока не сразу все масло растопленное масло с молоком и начинает взбивать а потом ложкой еще как миксером ну в общем ускорялись друзья мои вот у меня такая рыбка получилось я не скажу что ее тут мало но и немного сколько там грамм было я не помню наверно около 300 что ли так вот кусочками и вот такой салатик я сделала здесь моя квашеная капуста репчатый лук и вот немножко я рубленой мороженой петрушки добавила к сожалению у меня свежей нету и сюда еще заправлю подсолнечным маслом все муж мой сметает абсолютно все по русской кухне абсолютно все говорит даже лучше итальянский а море диме колькозы ки бэна кибона его чай кучина коко и кузи браво парла фантастика ну вот хотела тут хорошенечко все снятия не получается солнце светит в окно прямо и закрыли вроде бы тут шторы все равно пожалуйста кто в эмиграции не ленитесь готовьте все продукты доступные капуста картошка и рыба все доступно в магазинах и очень дешево получается такое питание не привыкайте к этим всяким булочкам итальянским поскольку нарушится ваш углеводно-солевой баланс не делайте привыкание к другой кухне когда вы переезжайте в другую страну поскольку это очень не как бы для вашего организма будет как бы сказать по себе говорю что не очень хорошо лишние килограммы кушайте постепенно привыкайте как и иностранной кухни как и свою не забывайте вот пожалуйста всем приятного аппетита буон аппетита хорошего дня буона джорна татутия ну а нам желаю хорошего обеда муж мой уже заждался снимаю